В инфекционном отделении сейчас находится около 100 пациентов. Самому старшему 93 года. Диагноз коронавирус у многих вызывает панику. При госпитализации о бытовых вещах мало кто задумывается. Именно поэтому за дело взялись волонтеры. Печенье сладкое, потому что им хочется сладкого, но было согласовано. Весь список согласован с заведующей инфекционного отделения. Им нужна водичка и что-то сладкое. Пациенты будут получать продуктовые наборы два раза в неделю. Кроме того, волонтеры подготовили для них гигиенические комплекты. Мыло, туалетная бумага, полотенца, влажные салфетки, зубные щетки. Все это может стать необходимым для тех, кто оказался в кризисной ситуации. Гигиенический набор выдается один раз на месяц. На то время, которое лежит человек. Продуктовый набор сладкий выдается два раза в неделю на человека. В начале недели, в конце недели. И так в течение месяца. Ольга Кравченко помогает фонд «Мир здоровых людей». Активисты инициировали сбор средств на приобретение необходимых закупок. Встретиться непосредственно с пациентами сейчас нельзя. Поэтому пакеты с гуманитарной помощью передают медикам у крыльца отделения. В первую очередь необходимо пациентам, потому что многие поступают. Ну, сами понимаете, такой диагноз звучит. Да, вас везут в больницу. Вы не осознаете еще в конце, что вам нужно, что вам не нужно. Некоторые люди не успевают собраться вовремя. Им нужна туалетная бумага, полотенце. Не все успевают взять такие вещи необходимые с собой. Проект по гуманитарной помощи ковид-больным активисты будут развивать. В ближайшее время они планируют сотрудничество с инфекционным госпиталем, вновь развернутым на базе парка «Патриот».